Три месяца пролетели так быстро и незаметно. И вот загоревшие, полные силы, желания учиться, встретиться с друзьями и увидеть любимую учительницу. Ученики торопятся в школу. Улицы снова полны маленьких человечков с не всегда маленькими рюкзачками. Для кого-то сегодня первая линейка и первый звонок. Дальше целый мир новых, первых впечатлений и открытий. Я сегодня пришел в первый класс. Тебе нравится школа? Да, теперь я учиться, получать пятерки. Я учусь в первом классе. Я люблю свою школу. Мне нравится. Друзей много у тебя уже? Я не знаю. Я сейчас буду их заводить. Линейка, как всегда, была полна ярких выступлений и напутственных слов. Ну что ж, а теперь вперед учиться. В преддверии нового учебного года обычно учеников можно поделить на два лагеря. Это те, кто с нетерпением ожидают первого сентября и те, кто хочет немного удлинить лето и отдохнуть побольше. Но сегодня все ученики 54-й школы в приподнятом настроении. Ведь их ожидает вот такая вот красивая, новая, вышедшая с капитального ремонта школа. По сведениям, на ремонт школы из государственного бюджета было выделено полтора миллиона долларов. Процесс преображения занял чуть менее года. За это время полностью обновился как внешний, так и внутренний облик учебного заведения. Новый дизайн, новая мебель, новый взгляд и отношение к учебе. В этом году мы учимся в 11 классе. Нам целый год строили какую-то прекрасную, красивую школу. Наверное, я думаю, что будет куча воспоминаний в этой красивой школе. Конечно, обязательно буду стараться учиться на «Отлично». Хочу окончить школу на красный диплом. Какие планы? Куда поступать будем? Я собираюсь поступать в Ташми на стоматолога. Очень приятно, потому что мы учились в то время в 96-й школе, а теперь у нас новая школа, мы теперь будем учиться здесь. Мы так ждали. Все сделали отлично, все красиво. А до этого какие условия были? До этого тоже было хорошо, но теперь улучшили. Мы благодарны за то, что отремонтировали нашу школу. И спасибо нашему дорогому бюджету за то, что поддерживает молодежь и создает такую возможность учиться в таких красивых школах, как наша. Вот с таким вот позитивом начинается новый учебный год в новых стенах 54-й школы. О мой родной Узбекистан, Ташкент, Хивай и Анджизан, Какими стали города, цветущими как никогда. И каждый город, твой музей, и в мире нет людей добрей. А как умеет твой народ трудиться, на заре встает. Чтоб собирать твой хлопок нежный, он золотой, хоть белоснежный. Все говорит о красоте, земли великой доброте. С 5 сентября во всех школах и вузах начался новый учебный год. В том числе школа 97 в Ташкенте открыла свои двери новым ученикам и будущим студентам. Праздничное мероприятие, которое началось по знакомой всем мелодии, подарило детям и их близким веселое настроение. Школьники читали стихи, танцевали и пели. По окончании праздничного мероприятия прозвенел первый звонок, и ученики приступили к первым урокам нового учебного года. В целом 5 сентября в 10 тысячах в 85 школах Узбекистана начались учебные занятия. На 2022-2023 учебный год приняли 702 тысячи детей в первый класс общеобразовательных школ. Самое дорогое – человек, самое дорогое – народ. По таким лозунгам было организовано мероприятие «Первый звонок», организованное с участием 6 миллионов 469 тысячах 737 школьников. Я хорошо учился в первом классе и хочу учиться на отлично и во втором. Я хочу стать ученым, когда вырасту. Моя учительница Гульна Ракбаровна дает хорошие и интересные уроки. Хочу сказать им спасибо. В школе у нас учителя креативные, профессионалы своего дела. Все любят свою работу. Великая гуманистка 20 века мать Тереза говорила, мы не можем делать великие дела. Мы можем делать только маленькие дела, но с великой любовью. И эта мысль должна стать путеводной звездой каждого учителя. В настоящее время в этой школе учатся 2700 учеников. А два года назад тут был проделан капитальный ремонт. В этом учебном году в первый класс был принят 241 ученик. Занятия проводятся на русском и узбекском языках. Следует отметить, что школа имеет высокий рейтинг среди учебных заведений республики. Она заняла первое место в конкурсе «Лучшая школа преподавания иностранных языков» и удостоилась президентской премии в размере 500 миллионов суммов.